приветствую вас друзья и коллеги по хобби рад снова вас видеть на канале amazonian dream сегодняшнее видео хочу посвятить двум казалось бы простым вещам на первый взгляд разным и в то же время общим темам бактериальная вспышка в аквариуме и подключение сам по к рабочему аквариуму так сложилось что один из моих подписчиков попросил сделать проект сам по и помочь с его подключением но приехал к нему домой я увидел вот такую вот картину знакомо думаю каждая парами сталкивался с такой ситуации и сегодняшнее видео поможет вам решить проблему с биофильтрации в аквариуме избежать таких вот неприятных моментов и прольет свет на причины возникновения бактериальной мути в аквариум первое на что я обратил внимание когда приехал в гости к андрею это население аквариума здесь сидят два подростка фрактоцефалуса несколько астронотусов и пара красного паку вся рыба очень молодая размером около 20 сантиметров все активные хорошо питаются и без признаков каких-либо заболеваний но вот вода в аквариуме оставляют желать лучшего после приезда домой я поставил небольшой эксперимент обильную покормив рыбу так чтобы остатки корма валялись на дне я отключил аквариум от сам по и стал ждать результата и через сутки получил почти такую же картину как вы сейчас наблюдаете вывод однозначен друзья полное отсутствие биофильтрации в аквариуме пожалуй начну с основной причины моего приезда к андрею сверление стекла и монтажу труб и так для того чтобы просверлить два ровных отверстия стекле 10 миллиметров толщиной нам понадобится примерно вот такая заготовка она поможет высверлить отверстие без сколов и царапин на стекле аквариума я обклеил ее скотчем для того чтобы не было прямого соприкосновения стекла аквариума со стеклом нашего лекала и с помощью того же скотча закрепил ее на стенке аквариума удумнее всего лекала делать из прозрачного пластика или оргстекла но к сожалению у нас его под рукой не оказалось и пришлось выходить из этой ситуации подручными методами сам под этот аквариум был сооружен пару недель назад и честно сказать я частично чувствую свою вину в том что рыбки мучаются в такой воде так что как только представилась возможность я сразу принялся за работу а вот как это выглядит уже прикрепленным к стенке аквариума как видите мы слили примерно 40 процентов воды для того чтобы было удобно сверлить стекло с одной и с другой стороны теперь с помощью коронки для сверления стекла мы без надавливания будем делать отверстия стенки аквариума периодически обмакивая саму коронку в воду главное здесь не давить на нее а всего лишь легонько прижимать к стеклу без особого усилия дальше вы увидите сам процесс сверления стенки аквариума с двух сторон я думаю тут все понятно и без комментариев так что пока вы смотрите сам процесс я расскажу о причинах возникновения проблем в этом аквариуме многие зрители меня спрашивают как подобрать фильтр для того или иного объема что ж друзья этот видеоролик наглядно демонстрирует что одного внутреннего фильтра или даже двух для такого объема тем более с таким населением недостаточно конечно же можно купить и поставить дополнительный внешний фильтр заряженный субстратом на биологическую очистку воды и он скорее всего будет справляться со своей задачей но как я уже неоднократно говорил сам это самый эффективный и относительно дешевый способ биофильтрации собственно полное отсутствие недостаточность биологической очистки приводит таким проблемам с аквариумной водой как правило бактериальная вспышка происходит только что запущенном аквариуме и это практически всегда неизбежно это нормальный процесс становления бактериального равновесия и тут можно просто выждать некоторое время пока все само собой наладится но если вот такая вот ситуация с водой у вас возникает уже в рабочем давно запущенном аквариуме это служит сигналом к тому что что-то нужно предпринимать нашем случае причиной помутнения воды стало кормление вареной креветкой супермаркета много рыбы много корма много испражнений и два внутренних фильтра которые обслуживали этот резервуар попросту не справились со своей задачей исправить эту ситуацию в аквариуме без растений достаточно просто ежедневная подмена воды снижение количества корма частое обслуживание аквариума то есть удаление всех обрастаний на стенке грунта и декорациях ну и конечно же мощная рация вот в принципе и все процедуры свежей воды то есть подмен рыбки никогда не бывает много главное делать это как можно чаще небольших количествах чтобы не подвергать своих любимцев излишнему стрессу конечно же можно воспользоваться химическими препаратами которыми пестрит рынок на сегодняшний день или тем же метиленовым синим но советовать вам я этого не могу и не хочу так как применение всех этих препаратов требует определенного опыта и практики если выше приведенным способом вам не удается избавиться от помутнения воды лучше обратитесь за помощью к специалисту только ни в коем случае не слушайте консультантов зоомагазинах эти будут только рады парить вам что-то подороже и не факт что она поможет вам справиться с вашей проблемой и так когда вы добьетесь более-менее прозрачной воды когда перестанут обрастать стекла и а при частых подменах это как правило через 5-10 дней следующим шагом вы должны позаботиться об улучшении биофильтрации для своих питомцев это может быть внешний фильтр со специальным наполнителями а может быть и самодельный навесной фильтр или сам рассчитывать объем фильтра и наполнителей стоит по формуле полтора грамма скармливаемого корма в сутки на один литр бионаполнителя таким образом вы обеспечите идеальное биоравновесие в своем аквариуме кроме этого позаботьтесь о мощной аэрации так как кислород нужен не только для ваших рыбок но и для бактерий которые перерабатывают все эти продукты жизнедеятельности в аквариуме кроме всего сказанного хочу еще раз процитировать слова одного аквариумиста имя которого осталось неизвестным здоровая рыба голодная рыба это кстати относится не только к самой рыбе но и к аквариуму в целом ведь сам по себе аквариум это замкнутая экосистема в которой участие человека обязательно и недостающий уход как и чрезмерные танцы с бубном возле аквариума почти всегда приводит подобного рода плачевным ситуациям что ж пока мы с вами болтали о причинах бактериальной муки я уже просверлил отверстия стекле как вы можете видеть особого труда это не составило повторюсь еще раз при сверлении отверстия ни в коем случае не давите на коронку иначе сколов и не дай бог трещин на стекле вам не избежать теперь на очереди полировка отверстий и подключение аквариума к самку с помощью пвц труб для полировки мы обмотали коронку мелкой наждачкой и смачивая ее водой полностью прошлись по срезанным поверхностям стекла а вот кстати и сами трубы и соединительные к ним детали для того чтобы упростить процесс подключения сам по мы выбрали пвц трубы 32 диаметра которые соединяются с помощью специального клея плюс ко всему они черного света и не будут так резко бросаться в глаза при наблюдении за рыбками в аквариуме будет реализован перелив дюрсо с аварийным переливом на случай завоздушивания и кстати вот переходные муфты которые мы будем использовать мы их скрутим через стекло предварительно промазав стекло и сами муфты силикона ну а трубы будут частично склеены а частично собраны на оплотнительной фум ленте для того чтобы вся конструкция была разборной ну и собственно сам клей его мы покупали вместе с трубами и откровенно говоря мне нечего сказать о нем клейка клей в общем ну и финальная стадия собирания этой системы в одно целое осталось только вкрутить кран маевского в заглушку на переливе дюрсо засыпать сам наполнителями дождаться пока в аквариуме более-менее стабилизируется ситуация с водой и запустить систему друзья если у вас останутся вопросы по теме сегодняшнего выпуска обязательно задавайте их комментарии чтобы следующий ролик был максимально информативным я обязательно поеду к андрею еще раз через пару-тройку недель чтобы лично убедиться в том что все работает как надо и показать вам всю систему уже в рабочем состоянии надеюсь что максимально доходчиво раскрыл тема бактериального замутнения в аквариуме и если я что-то пропустил обязательно расскажите об этом комментариях под видео я пролайкаю все ваши сообщения чтобы они висели в топе и другие зрители смогли их быстро найти и почитать буду признателен за ваши лайки так как каждый лайк и каждый репост помогает этому видео стать более популярным и его сможет посмотреть больше зрителей ну а сейчас желаю всем вам добра прозрачной воды в аквариумах здоровья вам и вашим питомцам до новых встреч друзья субтитры сделал DimaTorzok